Саш, ну хватит таскать печеньки, а? Да, Рома, я автоматически перенервничала сегодня на работу, чуть не опоздала, у меня стресс. У всех стресс, причем каждый день, и это же не значит, что нужно жевать все подряд. Многие именно так и поступают. Шоколадка после ссоры, кусочек торта после тяжелого дня, чипсы при панических атаках, и, ты знаешь, успокаивает. Возможно, но я предлагаю более эффективный выход. Нужно есть такую пищу, чтобы оставаться внутренне спокойным в любых ситуациях. Тогда и стресс заедать не придется. И что же это за волшебные продукты? А вот сейчас и узнаем. Приветствуем в нашей студии эксперта по здоровому питанию Александра Мирошникова. Александр, доброе утро. Доброе утро. Интересно, как же питание влияет на наше состояние спокойствия и стрессоустойчивости? Действительно, многие исследования показывают, что, например, шоколад успокаивает центральную нервную систему. Когда мы принимаем углеводы, то у нас выделяется дофамин, эндорфины, и мы действительно испытываем такое ощущение эйфории даже. Особенно у так называемых эмоциональных людей. Да, это я. Александр, скажите, но вы согласны с тем, что стресс лучше не заедать, а составить свое меню так, чтобы в нем было больше успокаивающей пищи? Все правильно, потому что любое заедание стресса, и даже сейчас психологи называют эмоциональные едоки, а такое поведение называют эмоциогенное пищевое поведение, то есть те люди или пищевое пьянство. То есть люди, когда случается стресс, такая ситуация, они начинают сразу же в основном использовать какие-то сладкие продукты. Что происходит? Человек начинает набирать лишние килограммы, возникает огромное количество метаболических заболеваний, и, соответственно, и сокращается жизнь, и сокращается качество жизни, и настроение от этого еще ухудшается. Но есть люди, которые испытывают периодически панические атаки. Вот им тоже, получается, надо пересмотреть рацион питания? Да, да. Так расскажите, какие же продукты поддержат наше спокойствие? Если взять концептуально, то здесь будут у нас пробиотики, дальше у нас будет клетчатка и некоторые витамины и минералы, которые избирательно воздействуют на центральную нервную систему, вот если так говорить в общем. Ну, давайте тогда приготовим завтрак под кодовым названием «Без паники». Да, давайте приготовим. Что они делаем? Да, и как раз мы начнем делать завтрак. Возьмем вот эту нашу с вами большую тарелку. И начнем непосредственно с пробиотиков. Что такое пробиотики? Они помогают успокаивать нервную систему, только не, скорее всего, не нам, а нашим бактериям. Потому что еще греки говорили, что если у нас больной желудочно-кишечный тракт, то настроения никакого не будет. Это факт, да. То есть берем греческий йогурт. Берем греческий йогурт. Здесь еще калий и магний, которые успокаивают центральную нервную систему. Дальше берем с вами креветки и крабовые палочки. Помните еще старую шутку? При изготовлении крабовых палочек ни один краб не пострадал. Здесь у нас содержатся такие вещества, как ниацин и никотиновая кислота, которые как раз влияют на центральную нервную систему. А что самое важное, содержится белок. А белок хорошо насыщает. Мы знаем, когда мы чувствуем сытость, настроение у нас сразу повышается, и центральная нервная система успокаивается. Также возьмем куриные яйца. Это белок. Еще куриные яйца богаты у нас с вами лютеином из эксантин. Что это такое? Они не только оберегают наше зрение с вами, но еще также воздействуют и на сосуды, и, главное, успокаивают, мягко успокаивают центральную нервную систему. Также нам необходимо с вами дополнить наш салат... Орехами. И конкретно миндаль содержит большое количество витамина Е. И возьмем с вами, вот у нас зелененькое с вами, что это? Авокадо. Конечно же, кладезин витаминов и минералов. Хорошо, а интересно тогда, какие продукты следует исключить ради своего спокойствия? Исключить кофеиносодержащие продукты. Почему? С одной стороны, мы вроде бы повышаем настроение, но регулярное употребление кофе, конечно, истощает центральную нервную систему и делает ее, как раз, наоборот, чувствительной ко всем вот таким вещам. Регулярной? Одна чашечка каждое утро или как? Давайте договоримся, что до двух чашек кофе в день, в принципе, мы можем с вами использовать. Но вы сказали, исключаем все кофеиносодержащие. Получается, чай мы тоже не можем пить или что? Также до двух чашек, но чай мы можем пить, но только специальной травяной. И вот как раз давайте у нас он с вами стоит, и здесь мята и непосредственно чабрец. Их можно вместе будет смешать. Но чай, мы с вами сейчас сделаем салат, чай нужно пить по специальной системе. Перед тем, как выпить вот этот напиток, необходимо сделать дыхательную гимнастику. А именно 30 ладошек существует. Это делается так. Помним, помним. Да, да, да. Потом ладони поднимаем вверх. 10 секунд закрываем глаза, расслабляемся. И приступаем к чаепитию. А что у нас в этот момент активизируется? В этот момент как раз включается парасимпатический драйв, успокаивается наша с вами симпатика. И мы приступаем вот к этому чаепитию. Слушайте, здорово. Приходишь так в ресторан, начинаешь... Да. Мне чайку, но сейчас подождите, я обряд совершу. Все правильно, этот обряд помогает как раз успокоить центральную нервную систему. Наш завтрак без паники готов. Будем есть и оставаться спокойными. Спасибо вам за интересный разговор, за замечательный рецепт и спокойного дня. Спасибо. Спасибо.